Если вы не знаете, вам нужно этому будет научиться. Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы все вузы, с которыми мы общаемся, с которыми мы сотрудничаем, так или иначе имели возможность к таким системам приобщаться. Плюс мы, я вкратце об этом расскажу, но Александр тоже скажет о том, что у нас есть в планах реализации не только лицензии для переводчиков, менеджеров, но и академической лицензии с тем, чтобы наши системы могли пользоваться, использоваться в учебных целях. Значит, почему мы начали заниматься этой историей? Потому что, во-первых, в 2022 году, уже более двух лет назад, в свете известных событий, большинство из производителей этих CAD-инструментов, которых на самом деле достаточно много, если мы говорим про ситуацию в мире, то несколько десятков точных систем, которые с той или иной частотой используются, достаточно популярны, но они все разрабатывались не в России, с исключением, возможно, смарт-ката. Но смарт-кат уже сейчас фактически является компанией не российской, поскольку зарегистрирован на Сочувствице. И большую часть средств, которые в него были вложены, компания получила из зарубежных источников, из зарубежных мест, поэтому смарт-ката российская разработка уже неправомерна. Есть компании, есть некоторые разработки сейчас на рынке, которые пытаются коллеги реализовать, но также мы не готовы с ними, ну то есть мы не готовы называть их российским, потому что частично компания принадлежит зарубежным гражданам, и в принципе, ну вот из компаний, которые так или иначе имеют только российскую, российские корни никак не филированы с странами, называемыми так вероятными противниками, да, это вот Гардарик и Ферска. Значит, все разработчики в 22-м году встали и вышли с рынка. Это произошло у кого-то достаточно громко с заявлениями о том, что люди не готовы познавать российскую агрессию и так далее. А кто-то это сделал молча, просто перестал оказывать поддержку и обновлять системы, и реализовывать такие системы на территории России. То есть сейчас вы не сможете, вы не сможете купить новый инструмент, если вы будете это делать как гражданин России и платить с российских счетов и лекарств. Вы не сможете получать обновления, ну, с ради покупки нового инструмента в том числе, вы не можете получать услуги по техподдержке, только если вы не договоритесь с этими ребятами о том, что вот у вас есть какая-то зарубежная компания, это является, она будет оплачивать и заказывать все эти услуги, а пользоваться услугами будет на территории России. Но на Макью, например, компания, продукцию, которую мы реализовывали на территории России, страны СНГ с 18-го по 22-го года, они сказали прямой текст, например, на следующий, что ребята, мы понимаем, что даже если вы закажете сейчас серверное решение Мамакью, мы знаем о том, что вы работаете в России, мы по IP, мы не поймем, что вы находитесь на территории России, и мы не сможем вам развернуть этот сервер, просто потому что даже если вы покупаете его через посредническую компанию где-то на Западе, это невозможно. Соответственно, во-первых, ситуация осложнилась этим, естественно, серверные решения, ну, тут нужно сделать пояснение о том, что решения могут быть серверные, могут быть углачные, серверные, ну, по сути, и там, и там у вас есть какой-то сервер, просто в серверном решении сервер надежит вам, находится на территории, ну, так, что у вас в университете находится какой-то сервер, и на нем вы храните все ваши переводческие активы. Переводческие активы – это база переводческой памяти, глоссарий, то есть те данные, которые позволяют вам переводить быстрее и качественно, да, и вы подключаетесь к этому серверу через терминалы свои, через компьютеры, на которых тоже стоит программа, но уже для того, чтобы обрабатывать текст. В случае с серверным решением сервер находится у вас, принадлежит вам, в случае с облачным решением этот сервер находится у кого-то, и вы подключаетесь к нему через браузер, и чаще всего вы не должны устанавливать никаких программ на себе на компьютер, просто можете заходить в браузер, работать на браузере, и все будет хорошо. Соответственно, на территории, ну, на российском рынке в этом году оказалось, что у нас не было серверных решений, которые были бы полностью могли закрывать потребности крупных корпоративных заказчиков. Понятно, что серверные решения, если вы их купите, они будут работать бесконечно, да, понятно, как с любым софтом, он должен обновляться для того, чтобы соответствовать требованиям операционных систем, вообще функциональности, быстроты, бестроте и так далее, там у программ добавляются какие-то функции, что-то меняется, исправляются ошибки. Так вот сейчас, если у вас до 22 года стоял условный Традос, вы можете Традосом пользоваться, но вы не можете пользоваться его обновлениями, во-первых, он у вас не обновляется, и если что-то с ним случится, то вы не сможете его, грубо говоря, починить. Соответственно, нет, во-первых, такого, во-вторых, нет решений, которые теперь, ну, необходимо ставить на крупных предприятиях, которые заботятся об информационной безопасности. Есть такой замечательный тренд, называется он тренд импортозамещения, импортозамещения всего. То есть у нас должны быть российские автомобили, самолеты, ну, и не только это, но и российский софт. Российский софт предполагает, ну, представим, какой-нибудь сильный пессимистический сценарий, когда сторона закроется конкретно от мира, да, это будет полная экономическая изоляция, мы должны будем обеспечивать сами себя. Естественно, я думаю, что такое не произойдет, ну, там, обозрим в будущем, но представим такой сценарий, да, в 22 году мы тоже не могли себе представить, что произойдет что-то подобное. Поэтому нам необходимо иметь возможность работать в чем-то, что не будет подвержено влиянию изоляции или работать на компонентах, которые вдруг окажутся нежелательными. Поэтому на рынке такого не было. И в конце 22 года мы, работая по проекту с студентами из политехо-петербургского, разработали такой протопроект, что нужно сделать, чтобы в России появилась такая система. После чего, естественно, этот студенческий проект, он, естественно, вполне реализован, это просто вот такое моделирование какой-то проектной работы, но в рамках этой работы мы поняли, что мы можем начать написание подобной системы уже силами профессиональных программистов, понимая, что у нас есть компетенция, навыки, но работать с таким системой, мы продавали такие системы на российском рынке. Мы понимаем, что мы можем говорить о том, что можем сами такое разработать. Ну, естественно, собрав информацию от корпоративных заказчиков, поскольку мы больше всего ориентируемся на них, понятно, что один переводчик, который готов потратить 60 тысяч рублей, условно говоря, на какую-то лицензию для своего основного инструмента производства, что называется, он нам тоже интересен, но с точки зрения 60 тысяч или 6 миллионов, это большая разница, что называется. Поэтому, естественно, мы ориентируемся в требованиях на крупных заказчиков, которые говорят нам о безопасности, которые говорят нам о функциональности, об определенных элементах системы, которые им нужны. Поэтому мы говорили о том, что мы хотим создать классический кат-инструмент, который позволяет обрабатывать большие объемы документации, обеспечить последовательность перевода, точность единственной терминологии и обеспечивать совместную работу многих переводчиков, нескольких переводчиков над проектом. Мы говорили о том, что система должна интегрироваться с другими системами, как сейчас кат-инструменты классически интегрируются с системой машинного перевода, системой написания документации, управления контентом, так и наша система должна иметь возможность этой интеграции, потому что чаще всего перевод – это не услуга сама в себе, в несферический конь вакууме, это элемент и этап какого-то более большого, более широкого, такого обширного процесса. Например, если мы пишем техническую документацию на русском языке, потом ее переводим на условный французский язык, и потом это публикуем для того, чтобы заказчик смог документацию предоставить своим партнерам, которые читают только на французском. Так вот, документацию писать они тоже будут непросто в варде, документацию они будут писать в системе написания технической документации, откуда текст должен, контент должен импортироваться в какой-то определенном формате. Ну и одним из основных преимуществ данной системы должно было стать то, что она должна была быть сертифицирована в стек, сертифицированная служба технико-экономического контроля, и использоваться на предприятиях с закрытым контуром. Ну, предприятие с закрытым контуром – это информационный контур, скажем так, компания, которая занимается разработкой производственной какой-то продукции военного назначения, да, то есть что-то связанное с секретной информацией, то, что требует обеспечения конфиденциальности на самом высоком уровне. То есть вы должны переводить закрытые сети, вы не можете подключаться к этому как к облаку, ну, то есть мы должны были это обеспечить. Соответственно, система должна включать в себя, классическая карта инструмента, она включает в себя редактор, это среда, где вы переводите, я вам покажу прототип системы, где будет продемонстрированный редактор и все это. Должна быть память переводов обеспечена, то, куда вы сохраняете ваши переводы, откуда потом система при переводе каждого последующего сегмента ищет варианты при подостановке. Система должна обеспечивать работу с глоссариями, то есть проектными словарями, где вы отмечаете определенные термины, которые потом у вас высвечиваются в системе. Ну и проверять вещи, которые вы можете проверить автоматически, как-то соответствие глоссарию, там пробелы, ну, все то, что сейчас проверяется системой автоматически, пунктуация, орфография, в оригинале есть цифры, перевод цифры нет и так далее. Все это необходимо в эту систему, в этой системе реализовать. Значит, мы начали делать систему Гардарика, ну, почему Гардарика такая, вообще нейминг компаний и продуктов, это достаточно интересный процесс. Гардарика. Гардарики – это страна городов. Когда скандинавы и викинги приехали в Россию, на Руси мы видели большое количество городов, очень удивились, назвали страной городов. Почему-то там и подозревали, что здесь будет бюджет в землянках, и никаких городов не будет. Вот. Ну и варяги, они все-таки приходили, викинги, они шли из, во-первых, из Европы, потом проложили путь из варяги в греки, торговый путь через русские княжества, поэтому Гардарика, в нашем понимании, она олицетворяет вот такое международное сотрудничество, плюс, по всему, реализованное на территории вот страны городов, на территории России. Это совершенно новый должен был быть, сейчас реализуется как совершенно новый продукт, новое направление, не связанное с основной деятельностью Литера, потому что Литера – это классическая переводческая компания. Вот. Но Литера обладает людьми и компетенциями, которые позволяют ей такие вещи реализовывать. Мы с 2018 по 2022 год были реселлерами системы Мамакю в России, это вторая-третья система в мире по популярности и массовости использования. Прекрасно мы смогли реализовать несколько очень крупных проектов на территории, ну, для корпоративных заказчиков, естественно, на территории России, и не только в Казахстане, в том числе. И понимаем, как думает этот рынок, как он, что он хочет, как он покупает такую историю, как он потом ее, условно говоря, как думает крупный заказчик, когда планирует купить софт, что он хочет. Мы понимаем, что какие-то компании хотят кастомизированные решения, которые подпилили немножко под них, или полностью под них. Кто-то готов покупать сразу то, что есть, кто-то где-то это отдел переводчиков, отдел переводов там составит 5 человек, где-то это крупное предприятие, где 80-100 переводчиков, а где-то это распределенные подразделения компаний, которые сидят не только в Москве и Петербурге, но, например, в Иркутске, в Владивостоке и так далее. Соответственно, опыт и компетенции у нас были, и мы начали реализацию этого проекта в весной прошлого года. Там было 3 человека, ну, есть еще до сих пор 3 человека. Мы отвечаем за оценку рынка, за архитектуру решения, ну и, соответственно, нанимаем программистов, которые должны это все реализовывать. Значит, техническое задание мы, ну, сначала, как картинка вот с котом, это как пихнуть не пихуемое, иллюстрирует. Почему? Потому что пожеланий очень много, особенно когда вы делаете, пишете какой-то новый продукт, даже не новый продукт, а когда вы пишете новую версию какого-то известного продукта, естественно, в каждом продукте кому-то чего-то не хватает. Кому-то неудобны кнопки, кому-то кто-то хочет сделать себе, чтобы отображался текст вот таким вот образом, а не так, как он изначально в системе. Ну, то есть очень много пожеланий к уже разработанным системам. И здесь необходимо понимать, что мы имеем дело с людьми, которые, в принципе, не понимают, сколько это может стоить и хотят. Поэтому мы сейчас, сначала мы сделали Concept View, Concept View – это документ, который требуется для того, чтобы мы представили основные элементы системы, как она должна, что она должна обеспечивать, что должна делать. На основании Concept View написан был прототип. Написали техническое задание для этого прототипа, при этом собрали несколько фокус-групп, провели мероприятие на корпоративной встрече и заказчиков Twitter Partner Day, где получили какой-то набор требований, в том числе требования от нормальных и, что называется, осмысленных, до требований, вплоть до проговаривания текста, голоса, ну, то есть чтобы у вас было звуковое сопровождение текста, чтобы вам было удобно. Ну, то есть вещи такие, которые, в принципе, в системе не обязательны, но очень бы хотелось бы. Это good to have, что называется. Вот. И в случае с Gardarik мы полноценное техническое задание до сих пор не написали, по причинам, по которым я скажу, да, и Александр потом подтвердит и продемонстрирует, что мы добились во втором продукте, который, в принципе, лезет тоже как системы. Значит, мы планировали, что в 20-м году у нас будет MPV, MVP, простите, здесь мне нужна будет... Прямо вот так вот сделано. MVP – это минимум viable product, минимальный жизнеспособный продукт, то есть то, с чем мы можем приходить, и заказчику приходить, что он, говорю, к вам показывает и говорит, что вот система работает вот так, и вы можете эту систему себя развернуть. За год, не за год, а за несколько месяцев мы смогли сделать прототип, чтобы с этим прототипом пытаться привлекать средства для... Ну, поскольку проект, он достаточно дорогостоящий, как оказалось. Я даже назову цифры, сколько стоит написать такой софт, которым, ну, должны пользоваться все переводчики, но, условно говоря, это все-таки специальная история, очень специальная история, потому что вы... Ну, переводы как отрасль экономики... Да, это действующая отрасль экономики, она обеспечивает там международное сотрудничество, внешнеэкономическую деятельность, все обеспечивает нашу, но на переводы тратится не так много денег, как кажется. Да, во всем мире на переводы в аутсорс дается порядка 60 миллиардов долларов, это сильно меньше, чем... Некоторые люди имеют, в принципе, средств. В... После регистрирования... Мы компанию регистрировали как резидента инновационно-научно-технического центра Валдай в Великом Новгороде. Наверное, здесь даже где-то будут фотографии, да, вот этого МТЦ Валдай. Это технопарк при Новгородском государственном университете. Почему Новгородском? Ну, потому что для Сколково у нас еще не было готово какого-то продукта, который они могли бы полностью захватить, а Сколково достаточно такой жадный партнер, назовем это так, да, а здесь нам позволено... Даются налоговые льготы, если мы ставим рабочие места, в принципе, у нас с точки зрения налогообложения и внимания контролирующих, проверяющих органов все достаточно хорошо, то есть можно спокойно трудиться. И, ну, на самом деле, достижение, потому что нужно защитить проект, вы не можете просто так идти и стать президентом такого научно-технического центра. Таких мини Сколково по России порядка девяти сейчас находится. Вот. Ну, все то, на что мы потратили там прошлый год, это был прототип. Прототип, я вам его продемонстрирую. То есть у него есть и дешборд, основные задачи ваши, и можно посмотреть на прогресс по проектам и редактировать какой-то текст минимальный, да. Но мы, конечно, предполагали, что емкость рынка в Российской Федерации составляет порядка трехсот пятидесяти миллионов в год. То есть это новые... То есть год могут тратить до трехсот пятидесяти миллионов на софт для переводчиков, но при этом мы, посчитав, поняли, что для того, чтобы реализовать такую систему, нужно 270 миллионов. А это достаточно длительная окупаемость, потому что 350 миллионов – это, в принципе, софт на софт в России переводческий. С уходом зарубежных игроков, естественно, мы понимаем, что стали тратить меньше, потому что, ну, люди... Не на что потратить, не на что потом за рубежом не купить, а в России еще полнофункциональных решений нет. И за два года нужно вот потратить такие деньги. Естественно, у переводческой компании, где выручка у нас по 200 миллионов в год. Естественно, мы не можем взять всю выручку и вложить ее в софт, потому что тогда компания закроется. Поэтому первый, наверное, год после разработки прототипа мы собираем инвестиции. Собираем инвестиции для того, чтобы этот проект запустить. Но мы поняли, что 270 миллионов – это сумма, она взята не с потолка, это сумма, которая предполагает, что система, о которой мы говорим, она включает в себя все элементы, про которые мы говорили в самом начале, плюс она еще к тому же реализована таким образом, что может быть использована на российских предприятиях, в том числе с закрытым контуром. И если вы захотите посмотреть внутренность этой системы, компоненты будут по большей части российские, то это будет полностью импортозамещенный продукт. Естественно, когда мы пришли уже к пониманию того, что просто так в текущих условиях на такой особой деньги давать не буду, там придется провести определенную работу, чтобы привлечь эти средства, мы пошли немножко по другому, более простому пути. у нас есть сейчас уже написан код для системы, компоненты которой не являются российскими. Эта система называется FirstCat, и про нее расскажет Александр. Александр, и про нее расскажет Александр, как... потому что Гардарик, он рабочий, а вот этот очень видит, наверное, если у него есть полтора, я не видит. Да, еще раз всем добрый день. Спасибо, Илья. Спасибо за то, что рассказал, в общем-то, практически все, что я думал рассказывать, все о кат-инструментах, но тем быстрее я перейду к сути. Да, как Илья правильно сказал, основное отличие Гардарики, от FirstCat, это то, что Гардарико нацелено на наших, назовем так, госклиентов, то есть это, да, компании РПК-отрасли, возможно, энергетической, те, которым будет необходимо полностью запрещенное решение. Тут надо понимать, что есть разница между полностью импортозамещенным решением и отчасти импортозамещенным решением, вот с Скатом как раз-таки подходит ко второй категории, это отчасти импортозамещенное решение, потому что мы не мечем на то, чтобы пройти спецификацию в стэк, получить как бы все необходимые лицензии и разрешения для работы с госпредприятиями. наш целевой клиент, это коммерческие организации, частные фирмы и компании, которые могут быть аффилированы к государству, так называемые, работающие под 23 ФЗ, но, тем не менее, имеющие силу использовать все-таки не только реестр импортозамещенного ПО. В этом основное отличие, и благодаря этому, на самом деле, разработка, во-первых, несколько проще, во-вторых, она идет быстрее, потому что для Гардарики вот эти вот серьезные денежные вложения нужны именно защит требований. Так, ага, Илья, даже покажет сейчас скриншотики, которые я вроде бы кинул, я так понимаю. Да, да, да. Спасибо большое. Собственно, мы неплохо продвинулись в этом деле, и, по-моему, первое фото, это будет как раз-таки первый скрин, это должен быть скрин создание проектов. Сам скрин не отображается пока что, что ли? Это не тот скрин, но тоже ничего. Ага, ага, вот. Собственно, интерфейс FistCAD, на котором вы можете видеть, оно, естественно, все в итоге будет русскоязычное, просто нашей команде было проще, она уже имела опыт разработки как инструментов, было несколько проще это делать по, скажем так, привычке и так далее. Здесь мы... Верни, пожалуйста, предыдущик. Мы здесь имеем возможность создавать проекты. Здесь мы выставляем source language, target language, то есть исходные языки, язык перевода. Все это можно будет разделять, и этот функционал уже реализован на сотрудников, на переводчиков. Плюс мы хотим дать компаниям возможность покупки лицензий, которые они могут использовать как временные, то есть это выдача сотрудникам, которые находятся на фрилансе. Соответственно, у компании будет подобная лицензия, они смогут отдавать какому-нибудь новому сотруднику эту лицензию на момент, чтобы он использовал FirstCat, он в ней поработал, после чего эта лицензия автоматически у него забирается, и они могут передать ее следующему и так далее. Кстати, важный, наверное, момент, о котором стоит упомянуть. Мы на данный момент реализуем, он примет решение, то есть это все-таки серверный кат-инструмент в первую очередь, это не облако с маркетплейсом а-ля SmartCat, потому что это в целом, это немножко идеологически разные решения. Мы работаем над более классическим кат-инструментом. У нас запланировано, то есть сам релиз FirstCat мы планируем, надеюсь, что это уже никуда дальше не двинется, то есть к лету это, наверное, какой-то максимум, а там ближе к концу года мы все-таки думаем, что сможем выйти на рынок и с отрешением, то есть с облачной версией, где компании смогут просто по подписке покупать и пользоваться лицензиями уже на наших мощностях, каких-то на наших серверах. Илья, может, второй искренне показательный? Ну, да, здесь это далеко не финальный вид, потому что у нас пока такое идет, наверное, скибет-тестирование, альфа уже пройдена. Здесь мы можем видеть разделение файла, то есть когда файл уже загружен, кстати, прошу обратить внимание, XML-формат, не все те люди, которые пытаются сделать что-то свое в кат-инструменте, поддерживают данные форматы, то есть понятно, что там док, тексты и так далее, они должны идти по умолчанию, а вот чуть более сложнее у многих возникают проблемы, и даже с теми же самыми ксаналиками, поэтому даже тут это уже довольно большое достижение. Соответственно, слева мы видим исходный текст, справа перевод, у нас уже здесь есть функции клей, то есть проверки по итогу выполненного текста. Здесь стоит сейчас пара с английского и немецкий, но это не так важно. и переводчик своими ручками набирает, также у нас работает поддержка глафарии, базанок, то есть можно сделать некий претранслейт, после чего уже дорабатывать его собственноручно. и давай тогда третий тоже покажем. Ну, здесь, собственно, наверное, как бы это получше объяснить, некий workflow, который должен быть, по стандартам которого должны работать компании, они могут заранее его выбрать, и таким образом, сразу же не назначить, сохранить себе путь для цепочки исполнителей, то есть, если в данном случае выделено период технологии, все, как известно, должно работать по, согласно, в хороших компаниях, согласно стандартам X8 на пустом, то есть, это перевод, корректура, редактура и так далее. То же самое, примерно, workflow, тоже можно настроить еще состоятельно, то есть, если, что-то не надо, кто-то хочет идти против системы и переводить исключительно одним переводчиком, можно, конечно же, выбрать и создать и подобное. Но, в данном случае, мы все-таки поддерживаемся best practices в отраслях, и стараемся заранее дать шаблоны, по которым правильно и стоит работать. Просто workflow, который будет показывать, на каком этапе в данный момент находится проект, кто уже закончил свою работу, кто совершил проверку и так далее. Довольно наглядно и удобно. Так, Илья, возможно, ты можешь продемонстрировать что-то по Гардарике в таком случае, потому что, видишь, я оказался немножко не готов, только скриптный, а ты, возможно, сможешь... работать с более широким рынком, я бы сказал. С более широким рынком и реализовать это быстрее и дешевле. Ну, потому что сумма для того, чтобы мы могли полностью реализовать Гардарик, она достаточно значительная, мы предлагаем максимум усилий для того, чтобы эту сумму привлечь, но ситуация естественно не такая классная, как была лет 10 назад для подобных инструментов, к сожалению, но тем не менее, ну и плюс нужно обладать определенными... отсутствием определенных ограничений для того, чтобы впуститься в такое путешествие. Сейчас я вам покажу, как работает прототип CAD-системы. Он будет в облачном виде. Он будет в облачном виде. Вот. Вот так. Сейчас я закрою его в другом браузере. Должно быть видно, да? Это демонстрационный демонстрационный стенд, то есть все крутится на нашем сервере, мы файлы подгружаем, загружаем, загружаем их с нашего сервера. Файлы обрабатываются тоже у нас. Естественно, если это будет реализовано до уровня, то есть FirstCat, естественно, рынок выйдет сильно раньше и будет доступен уже этим летом, я надеюсь. Гардарик, все зависит от того, как мы быстро сможем ключ финансирования. Но прототип уже есть, он работает, поэтому это можно делать уже сейчас, хотя, конечно, в каком-то ограниченном виде. Здесь правильно его пароль. Да, правильно его пароль. Смотрите, значит, здесь реализованы пока две сущности, это проекты и задачи. Проект это, как мы говорим, ваш заказ на перевод. Задачи это отдельные файлы, которые необходимо перевести. Естественно, я здесь захожу, я вижу все проекты, все задачи, потому что это институционный стенд, но предполагается, что если вы переводчик, который работает на каком-то предприятии, то вы видите только те задачи, которые назначены вам. И здесь у нас есть несколько файлов по виду, по форматам файлов. Вы можете видеть, что, в принципе, здесь мы можем обрабатывать уже достаточно большой спектр, но обычно, естественно, когда вы работаете с переводом, вы работаете с Word, с Word, с PowerPoint, но есть огромное количество других форматов, которые обрабатывают переводчики, и в том числе они должны быть учтены при разработке таких инструментов. Здесь мы говорим о том, что у нас есть файлы в форматах SLEEP, то есть Радусский файл тоже можно будет здесь обработать. У нас есть файлы формата XML, формата InDesign, IDML и так далее. Какие-то из них завершены, какие-то у них какие-то начатые они завершены, языки у нас тоже могут быть разные, но сейчас мы попробуем посмотреть и сделать проект. Значит, это все тестовый проект, который мы демонстрировали в прошлом году, что-то у нас здесь уже было удалено, поэтому сейчас попробуем смоделировать работу переводчика, который получил какой-то файл на перевод. для файла на перевод мы будем использовать презентацию, которую я вам сейчас демонстрировал. Создадим проект. Значит, название проекта у нас будет тест 01-0424. Язык оригинала у нас будет русский, переводить мы будем на английский. Как вы можете заметить, дизайн достаточно аскетичный, но при этом для того, чтобы оживить, мы, естественно, добавили флажки к языкам, но, как вы понимаете, если разбираетесь в локализации, вы должны понимать, что у каждого языка есть несколько локалей, английского языка, британского, американского, есть другие варианты. Здесь мы просто взяли те флажки, которые считаем нужными. Вот в случае с арабским это флаг Один из Арабских Эмиратов. Вот испанский у нас иберийский, испанский, а не какой-то из Латинской Америки. Ну, английский у нас британский. Это не значит, что здесь локаль британская, просто флажок такой выбрали. Естественно, когда система будет доработана, ну, или в другой, любой другой, там, то фестет в локале можно будет выбирать не по флажку, а по ходу. Как это обычно бывает. Значит, метаданные, это наши данные. Сюда мы хотели бы добавлять информацию в математиках, но пока не трогаем это поле. Дедлайн, дедлайн, давайте поставим четверг, и время у нас, допустим, будет 12 часов. 12 часов. И файлы будем грузить. Давайте загрузим файлы. Презентация у нас была. Презентация у нас была вот. Я беру старую версию без количества какого-то вешеного количества картинок, потому что, естественно, картинки не отъявляют файл. Вот у нас есть файл в формате PowerPoint. Естественно, табличку, не табличку, а кнопочку надо будет потом увеличить для того, чтобы длинные названия файлов туда попадали. И будем этот файл сохранять. Все данные мы ввели, с какой закона какой перевод мы будем, знаем, когда нужно сдать заказ, знаем, файл у нас есть, подгружаем файл. Естественно, поскольку сейчас файл это презентационный файл, он с какими-то картинками, с какими-то элементами графики, подгружаться он будет достаточно долго. Я надеюсь, что не бесконечно долго. Мы сможем через какое-то время посмотреть, как это выглядит в переводческом редакторе. Пока это происходит, я буду заполнять эту, скажем так, паузу дальнейшим рассказом про то, как в CAD-системе в принципе вы должны обрабатывать файлы. Естественно, можно подгрузить не один файл, а несколько. Естественно, для... Ну, понятно, что если у нас языки... То есть, вот история про то, как функциональность функций системы могут... К ним требования могут быть разные. Вот, допустим, сейчас мы подгружали, ну, то есть создавали проект, у нас перевоз одного языка на один. А представьте, что это какая-нибудь крупная компания, которая выпускает продукцию, которая доступна, должна быть сразу на нескольких... Информация, которая должна быть доступна сразу на нескольких языках. По логике вещей в этом случае при выборе языка перевода выбираться должно быть несколько... Выбираться должно несколько языков и на каждый язык создаваться по отдельной задаче, по отдельному... Под проект. Естественно, так оно будет реализовано, реализовано, ну, естественно, позже, потому что про это, допустим, мы понимаем, что перевод с одного языка на один язык на более простое с технической точки зрения реализовать. Простая задача. Поэтому мы ее реализуем. Потом добавляем возможность множества языков перевода, потом добавляем возможность поэтапной выдаче заказа, когда несколько файлов, один файл мы сдаем в конце, а два файла сдаем посередине этого срока и так далее. Проект создан, вы видите, что прогресс у него никакого прогресса, 0%, что ничего не переведено, дедлайн 4 апреля, файл 1. Если вы посмотрите ниже, видите, что файлов было иногда по 2 для демонстрации. Ну и у нас есть информация о проекте, редактировать мы можем от проекта удалить. Если мы редактируем проект, мы можем поменять название, мы можем поменять дедлайн, ну добавить какое-то описание. Информация о проекте, мы видим, здесь мы видим файл, мы видим, какой у этого файла дедлайн, какой прогресс, какая языковая пара, и можем скачать готовый перевод, если он, конечно, готов, он дал включение, готов качать нечего. И в информации о проекте у нас появляется база переводческой памяти, которая здесь создается, ну здесь у нас с русского языка на английский язык одна общая база, она сразу же подключается автоматически к нашему демонстрационному проекту, потому что, ну потому что мы так решили, нам это проще сделать было, чем создавать каждый раз новую базу, здесь база будет общая, там уже что-то есть, там есть уже переводы, которые были туда внесены на этапе предыдущей демонстрации, возможно, что-то из этой презентации мы уже сможем перевести. Соответственно, языковая пара у нас здесь тоже с английского, с русского на английский, и эта база действует у нас и на записи, и на чтение. Что это значит? Это значит, ну запись понятна, вернее, чтение понятна, это значит, что при обращении, при работе с этой базой мы можем в этой базе осуществлять какой-то поиск, а запись, это значит, что мы можем эту базу дополнять, то есть по мере того, как мы будем переводить новый файл, который мы загрузили, база будет пополняться этим переводом. Здесь у нас есть кнопочка добавить, она неактивна, но она призвана демонстрировать о том, что баз может быть несколько, действительно должно быть несколько, особенно если вы выполняете крупный проект, например, у вас по какому-то конкретному заказчику, у вас договор с техническими терминами, при этом вы всю технику переводите в одной базе, все договоры переводите в другой базе, поэтому вы подключаете глоссарий и базы, сразу несколько таких баз глоссарий, здесь пока функционал глоссарий не реализован, потому что это тоже достаточно сложная история, но под памятью переводов ниже должны быть глоссарии, значит, здесь у нас пока база демонстрационная, мы так и оставим ее, соответственно, в проектах мы посмотрели, что он создан, проект готов, с ним можно работать, переходим дальше к задачам, файл должен появиться в задачах, он действительно появился в задачах, вот верхняя задача у меня из проекта ТС-01 и 424, который я только что создал, с нулевым прогрессом мы ничего здесь не переводили, дайни, языки, есть какой-то предперевод, и сам файл и его можно редактировать, вот значок редактирования, попробуем осуществить какой-то предперевод, а сам, так, сейчас я демонстрацию экрана поставлю весь экран, чтобы вы видели, так, демо, 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 вот файлы, вот файл, давайте посмотрим на него, значит, вот гардарик, то есть, презентация та, которую я вам демонстрировал, только покороче и без фотографий, ну, для того, чтобы грузился быстрее, то есть, текст выделяется, текст выделяется, текст выделяется, ой, извините, текст здесь выделяется, то есть, все же достаточно живое, даже здесь текст выделяется, если мы посмотрим редактор, все этот текст можно поменять, как вы знаете, для того, чтобы как инструмент работал, нормально текст нужно выделить вот литера здесь текст не выделяется потому что это элемент логотипа логотипы как известно не переводе здесь у нас вот это все меняется ну то есть все достаточно просто с точки зрения обработки файла даже спасибо за внимание выделяется при этом разный шрифт разноцветный шрифт но попробуем что-нибудь с этим сделать попробуем отредактировать сначала сделать предперевод что-то из базы должно подставиться потому что практически всегда я использую эту презентацию но не перевожу до конца ну и попробуем поредактировать значит открывается у нас редактор открывается редактор и что мы здесь видим секунду у нас здесь сегменты система поделила файл на сегменты всего у нас получилось пятьдесят пять сегментов каким-то образом они разбиты и что-то уже переведено как вы видите подставь подстановка из базы стопроцентный повтор функционально нас тоже пока не реализована но уже есть возможность определять какой сегмент полностью совпадать с тем что из базе какой только частично как вы видите здесь есть стопроцентный сегмент когда созданный сохраненный в базе он подставился у нас здесь переводе к дарик а дарик и запрочек обретает достаточно кампании тупой твашника то как система здесь тоже что-то переведено а если мы зайдем в кации к от систему мы видим что у нас есть какие-то другие сегменты с процентами 79 64 56 но поскольку здесь сегмент небольшой поэтому естественно вот всякий такой мусор будет вылезать это так называемые неполные соответствия фазе которые есть любой другой кат системе конечно же и вот например ну то есть система у нас кат системы в оригинале есть был был какой-то сегмент со словом система просто система соответственно он похож на нашу кат систем на 70 процентов что система здесь есть но кат система эту мы уже переводили поэтому подставился полностью ну давайте попробуем что-нибудь подставить там где ну допустим вот у нас какой-нибудь маленький сегмент продавц не шел на 5 ваша мы подтверждаем а для того чтобы вернемся к первому сегменту мы не подтвердили сегмент ножа только на галочку который очень похоже почему-то как не говорят на логотип сбербанка мы подтверждаем этот сегмент и по идее все то что переведено мы должны подтвердить ну потому что независимо от того мы переводим это с нуля или мы как-то у нас заголовок мы должны перевод подтвердить для того чтобы он сохранится в базе так здесь у нас системы как-то у нас уже приведено мы видим что достаточно много питания переводов глоссарий кивей среда глоссарий сегменты участники проектов project milestone здесь мы добавляем вот ну естественно все подтверждаем все подтверждаем для того чтобы потом это можно было сохранить базе для дальнейших переводов во первых ну и здесь как вы видите у нас подставила серверная версия мы переходим к следующему сегменту у нас нет перевода доступной версии кат системы но у нас есть очень похожий перевод серверная версия и мы здесь серверная меняем на десктоп ну то есть весь принцип работы кат системы это то что база вам помогает в вашем же и чужим ранее выполненным переводом здесь подтверждаем и сервер здесь у нас клауд тоже подтверждаем значит подтверждаем 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 ну допустим и перевод выполнили какие-то сегменты подтвердили я думаю что в принципе достаточно и завершаем эту задачу допустим и перевели все сегменты и система говорит вы уверены что хотите завершить да мы хотим завершить но он говорит что вот здесь его не перевели подставим оригинал ну окей подставим оригинал он думаю думаю думает есть есть что у нас прогрессом с прогрессом у нас те же самые 0 процентов по причине того что видимо мы последний по месяц не обновляли не обновляли этот обновляли демо стенд поэтому наверное он у нас прогресс не показывает и на поэт ну то есть при разработке естественно при разработке демо файл здесь у нас был файл на английском языке мы его сохранили попробуем посмотреть получилось что-то или нет да обратите внимание значит у нас здесь был в оригинале был текст вот такой в переводе текст у нас получился вот такой прошенки ту ну и соответственно к эту мы переводили элементы системы мы все перевели если вы помните стекол даже у нас было битера было переведено вот это да новый сегмент у нас не перевелись но вот то что подставить из база но у нас заменилась тексте вот соответственно ну что может делать прототип он может подставлять какой-то текст который нам предлагает база или который мы переводим этот текст у нас встает в форматы word excel powerpoint и мы можем выгрузить готовый перевод в таком же формате в котором мы его загрузили естественно в какой-то момент у нас как любой рабочей системе начинаешь сбоить например у нас прогресс не показывается и все то весь тот перевод который я ввел заново он там не отразился даже несмотря на то что я подтвердил но это как бы рабочие моменты условно говоря на тот на тон и прототип потому что мы показываем что система находится находится в разработке естественно она не может делать там 20 процентов того чего чем может похвастаться нормальная разработанная карте системы на производство который тратится от трех до пяти лет а некоторые системы уже разрабатываются и поддерживаются порядка несколько десятилетий такие как трансмой у которых там по 30-40 лет собственно наверное на этом с демонстрацией все я думаю что мы в принципе можем ответить на какие то вопросы есть такие есть таковые будут но как бы заключение хочу сказать о том что мы находимся в таком интересном времени с одной стороны она позволяет нам заниматься разработками заниматься разработками в отечественную отечественного софта с другой стороны мы находимся в сложном времени потому что наша отрасль она не такая заметная понятно что без нее нет много что немного чего не может функционировать но это очень специализированный софт Это очень специализированный софт, для коммерциализации которого необходимо очень сильно постараться, чтобы можно было успешно его реализовывать на нашем рынке. Вот, собственно, все. Инструментов два. Один из них, мы планируем релиз одного из них летом. Гордарика еще пока на стадии такой глубокой разработки, просто потому что это требования заказчиков и государства в такой системе, они превышают пока разумные возможности нашей не сильно большой команды программистов, которые трудятся над FirstCat. В данном случае мы немножко перераспределили силы, и вот там мы... Инструмент будет понятен, но, к сожалению, будет, наверное, не полностью суверенным, как многим хочется. Вот, мы готовы ответить на вопросы, если вопросы есть. Спасибо. Есть. У меня первый вопрос. С какими из существующих западных кошек можно сопоставить вот ту разработку Гордарику, которую вы планируете? Это будет аналог Традоса, Транзита, ИМОП? Ну, смотрите, конечно, когда мы... Ну, во-первых, КАТ-инструменты сами по себе, они плюс-минус одинаковые. Ну, да. Чего уж греха таить. Ну, да. Они одинаковые. Принцип действия у всех абсолютно одинаковые базы, ну, то есть базы данных, с которой вы черпите какую-то информацию. Поэтому в плане, на кого будет похоже, да, ну, просто будет просто КАТ-инструмент. Будет выполнять все то, что делают КАТ-инструменты. Естественно, мы пользовались больше Традосом, МОМАКЮ и МОМСОРСом, который сейчас фрейз, но МОМСОРС, оставаясь на российском рынке, будучи облачным в этом году и в прошлом году, начал такую не сильно приятную политику, увеличивая стоимость своего продукта, нам конкретно увеличил стоимость 25 раз. Поэтому пользоваться им, наверное, мы прекратим. Поэтому я думаю, что при разработке, то есть при написании концепта Q мы опирались на МОМАКЮ, МОМСОРС и ТРАДС в первую очередь. Но это, знаете, есть такая очень хорошая иллюстрация того, чем отличаются КАТ-инструменты. Вы знаете, чем отличаются КАТ-инструменты друг от друга, кроме интерфейса и логотипа? Понимаю, что есть какая-то функциональность, которая их отличает, но в один прекрасный момент у нас был заказчик для МОМАКЮ, который нам задал примерно такой же вопрос, а чем вы лучше Традоса? Мы этот вопрос технично переадресовали команде маркетинга МОМАКЮ, спросив, ну, ребят, тут такой вопрос неожиданный, чем вы лучше Традоса? На что команда МОМАКЮ, которая, в принципе, это большая международная компания с высокооплачиваемыми сотрудниками, которые, в принципе, продают эту продукцию по всему миру и пользуются много где, они активно захватили Китай, в отличие от изделия, они не смогли придумать внятного объяснения, почему они лучше Традоса. Да, я буквально хотел тебе добавить, потому что закончил мысль, но если хочешь продолжить, то, пожалуйста. Добавить мысль хотел лишь тем, что, ну, так как у нас все же концепция основного строится на том, что первая версия, что Гаргарики, что Фиската должно быть серверное решение, мы, естественно, на ведущие серверные карты, инструменты ориентировались, это как раз-таки, да, МОМАКЮ и Традос. Разница между ними, ну, глобально никакой, да, там интерфейс, еще что-то, но там может быть разница в расширениях, которые можно сделать, то есть коннекторы, которые могут использоваться для различных служб, то есть это уже более такая тонкая настройка для тех, кто глубоко погружен локализацию, то есть для, в том числе, IT-компаний, когда идет реализация коннекторов с гитхабов, например, с джинерой, еще с чем-то и подобное. Мы это планируем добавлять уже после релиза подобные вещи. Спасибо. Ну, насколько мы знаем, Ваши руководки отечественных кошек не единственные, да? А вот что Вы скажете про Мирон? Мирон заморожен? Да, это слово Илья. Заморожен, да. Ну, они вообще говорили, что они там чего-то добились. Все говорят, что что-то делают, но тут вопрос того, что, ну, их должны купить, он примерно на этапе такого прототипа был, ну, из того, что я знаю, из общения с Павлом, а мы все общаемся, естественно, то там последние два года ничего не происходило вообще. Но, как бы я, естественно, могу ошибаться, тут вопрос только в том, кто это доведет до логического завершения, чтобы продукт был в полном понятии. Сделать, ну, то есть начать что-то с нуля и сделать то, что другие компании делали там 20-30 лет, даже 40, если говорить так радостно, так как бы, ну, задача такая не из легких, поэтому... Нет, это правильная задача, конечно. Да, это, ну, по моим данным, там ничего не происходило нового. То есть все презентации, которые я вижу, все демонстрации, которые я вижу, они, вот то, что я видел в 21-м году, они вот как бы такие остались. Плюс еще есть момент того, что некоторые крупные корпоративные, ну, получается, не совсем клиенты, но некоторые корпорации, они либо покупают какие-то команды, либо изначально своими силами начинают разрабатывать какой-то продукт, которым будут пользоваться исключительно внутри себя. То есть это не выход на какой-то широкий рынок для того, чтобы пользователи могли этим воспользоваться, а исключительно вот используются внутри компании. Таких, наверное, я не знаю, называть их, наверное, можно нельзя, но таких несколько... Зачем? Хорошо. Но таких несколько есть, да, на рынке, которые исключительно вот внутри работают со своим внутренним капом. Спасибо. Тут еще вопрос у нас, Дарья Михайловна, хочет задать. Да, у меня, собственно говоря, да, вопрос в модуле машинного перевода в рамках Гардарики, да, потому что многие под системы включают в себя как раз модуль МТ, да. Планируется ли у вас такое решение, или, может быть, вы как представители отрасли хотите несколько модифицировать, да, функционал Гардарики, например? Нет. Что сейчас нужнее, что сейчас нужнее? Опять же, не нейронные сети, да, какие-то, может быть, какой-то функционал нейронных сетей подключать внутренне? Подключать надо. Делать это можно через API, через интеграцию со сторонними системами. Ну, то есть в случае с FirstCat там, наверное, все попроще, потому что, ну, можно пользоваться чем угодно. Ну, да, в библиотеке можно использовать немножко другие, да, поэтому там попроще. А в случае с Гардарикой здесь разработок российских тоже не очень много, они не все, ну, годятся под то, что, там, не знаю, заказчики будут переводить мышцы настроения, они там не смогут пользоваться, не знаю, фрамптом, например. Ну, функционал машинного перевода в CAD-инструменте, он должен быть, зависит от того, как его туда интегрировать просто. Чаще всего это интегрируется через стороннюю интеграцию через API. Вы подключаете, ну, там, задаете настройками, что, допустим, все то, что вы, либо все полностью переводите машинкой, либо все то, что не дает вам базы, вы переводите машинкой. И системы те же, что есть, ну, из... Все тоже, да? Все тоже. Дипл, Дипл, Гугл, Яндекс, Али... Ну, тут надо понимать, что систему нужно тестировать под конкретные звуковые пары, под конкретные интиматики. Ну, скорее всего, с Гардарикой это все равно будет, собственно, единственная IT-компания на территории России. Скорее всего, так. Так и будет. Еще? У меня, наверное, второй запрос, это вопрос-жалоба. У нас ушел софт для аудиовизуального перевода. Если вы знаете, то мы раньше использовали для синхронного субтитрирования, например, IC-Titles, которого теперь нет. Может быть, можно было бы уместить в наш кард, да, в Гардарику, например, какой-то софт для работы с интернетом. Ну, добавим еще 20 миллионов рублей, и будет, и будет. Ну, тут, понимаете, здесь, да, здесь все только... Это вот вопрос от того, что мы, когда фокус-группы проводили, и там были, в принципе, люди, ну, которые чуть-чуть по-разному занимаются там переводом локализации. В основном, конечно, у всех был письменный перевод, это были в основном наши заказчики. Письменный перевод и локализация. Естественно, у них там перечень того, чего они хотят, там он огромный. Сделать модуль, который должен быть исключительно под АВП, это, ну, это просто... Здесь вопрос очень простой, ответ, вернее, очень простой. Он стоит какое-то количество часов программистов, которые могут это написать. При этом, как бы, если с переводом и расчетом, там, стоимости перевода, например, все очень просто, вы знаете, что у вас там тысяча слов, вы их переведете за 4 часа и возьмете за это там 4 тысячи рублей, например. То с часами программистов вы, ну, то есть вы рассчитываете, что они на это потратят 80 часов, а в ходе работы на 76-м часу, получается, что нужно еще 200. Поэтому здесь все упирается только в одно. Ну, то есть пожелание ПВП, оно не первое, мы про него слышим, чтобы что-то можно было добавить, чтобы можно было работать с этим. Ну, это, конечно, пока, к сожалению, не приоритетная история по причине того, что, ну, все сделать сразу невозможно, распылять усилия тоже мы особо не хотим. У нас не безграничный ресурс, мы, условно говоря, сейчас его направили на FirstCat, как только FirstCat будет в таком рабочем состоянии, мы переключимся на Гардарику при наличии там определенного финансирования, но все равно это... Понятно. Спасибо. Можно уточнить, я правильно поняла, да, что Гардарик, это прежде всего будет серверное решение, да, то есть ориентированное именно на выполнение больших промышленных заказов и так далее, да, а FirstCat будет более демократичное, да, совмещать и серверные возможности, и облачные возможности. Да, облако мы планируем чуть позже запустить, то есть изначально все равно серверный вариант будет выходить, потому что, как ни странно, все же ориентируясь на фокус-группы, мы видим, что большинство заказчиков хотят, чтобы данные хранились на их серверах, на внутри компании, внутри переводческих компаний, неважно. Чуть более мелкие компании, которые, ну, тут мы упираемся снова в рынок, в экономику, да, они готовы использовать, конечно же, облачные решения, но в данном случае, так как нам нужен какой-то толчок, да, для старта, чтобы дальше все это успешно развивать, мы, конечно, ориентируемся на более крупных заказчиков, поэтому изначально тоже сервер, потом уже облако. А версия для тестирования широкими пользователями не предусмотрена? Предусмотрена, но чуть позже. Дело в том, что мы все-таки, если брать Гардарику, да, мы используем вот такой вот демо-стенд, демо-вариант, наш демо-сервер для этого, не очень быстрый, поэтому это быстро, не так долго грузится файлы. Соскет мы все же, и до реализации Гардарики все же еще должно пройти какое-то время. Соскет мы все же хотим, как такой законченный продукт, выпустить, и давать демо на подобие Гардарики не имеет смысла, а в том виде, в котором он сейчас, ну, как будто бы уже можно, но не очень хочется, потому что мы каждый день вносим туда достаточно много отправок, достаточно много чего-то фиксится, изменяется, и, ну, как бы буквально за неделю очень сильно может измениться сам продукт. То есть, когда он обретет какой-то чуть более конечный вид, чем сейчас, мы, конечно же, дадим демо-доступ к широкой публике. Но в данный момент вот он внутри нас и буквально там у одного-двух корпоративных клиентов в виде теста, как бы, чтобы собирать от них обратную связь. Ну, для, скажем так, академическая лицензия, когда мы ее реализуем, она, ну, то есть это и, то есть, если мы ее реализуем там в каком-то таком условно-бесплатном виде, то это сразу будет даваться на то, чтобы его тестировали, пробовали, потом использовали. Вот. Тестирование, оно имеет смысл тогда, когда вы готовы его приобретать, тогда нужно потестировать, просто вам дается трайл. Трайл через какой-то момент, через какое-то время это все отключается. Да, трайл есть, трайл будет, но тогда, когда будет первый релиз. Сейчас, сейчас, естественно, нет. А Гардарико, Гардарико, да, демо, Александр сказал все правильно, на демо смысла, ну, то есть, задача демо показать, что мы можем такую штуку реализовать, и что это крутится, и здесь, как бы, немножко другие задачи. А сколько языков, вы предполагаете, подключать? Они во всех как инструментах добавляются постепенно, то есть, подключать для того, чтобы подключить, ну, то есть, основные, ну, с языками основная, основная проблема – это сегментирование. На самом деле, то, как система раскидывает, ну, то есть, если это языки на основе латинского алфавита или кириллического алфавита, то там все проще. Ну, на самом деле, языков можно добавить сразу много, если есть очень простые правила сегментирования. Их может быть очень много, но, там, допустим, вы можете их добавить, он вам, вы сможете переводить, но вы не сможете, например, делать проверку орфографии. Тут, ну, то есть, постепенно добавлять тем, чтобы языков было максимально много, как в крупных известных инструментах. Естественно, в Гардарике мы добавили 12 языков, что ли, изначально в демо, но они все сегментируются по определенным правилам. Очень простым. Для того, чтобы иметь возможность настраивать сегментацию, или, ну, то есть, нужно разработчикам еще про... То есть, сразу там будет не очень много языков. Я еще хотел добавить именно по Гардарике, что на этапе, когда только собиралась еще демо-версия, вот сегментации было уделено огромное количество времени, потому что это, в целом, был один из самых сложных этапов грамотно реализовать правильную сегментацию. Когда ты делаешь это с нуля, это довольно сильно отличается от того, когда ты используешь уже какие-то готовые наработки. И на это ушло действительно довольно много времени. Но результат по итогу был хороший. Нет, спасибо. Ребята, есть у кого-то вопросы? О, есть вопрос. Да. Ну... Здравствуйте. Еще раз я хотела уточнить. А вы планируете в дальнейшем подгадаться на рынок стран СНГ? Я думаю, что в Белоруссии, в Азербайджане нет то, что с... Будете выходить на другие рынки СНГ? Ну, да, это планируется. И в целом это будет, наверное, даже... Возможно, это будет чуть быстрее, чем на российских. Да, потому что некоторые клиенты из стран СНГ, они корпоративно, они проявляли к этому интерес, и мы вот с ними довольно плотно общаемся. Спасибо. Про рынки можно сказать очень просто. Ну, как бы, скорее всего, скорее всего, да, но все зависит от того, насколько экономические связи с этим конкретным государством в конкретный момент времени будут активны. Ну, да. Ну, то есть в какой-то момент мы поймем, что Азербайджан продает оружие не тому, кому нужно, и... Политика. Да, и мы туда никогда ничего не сможем не продать, не пообщаться вообще ничего. В какой-то момент мы поймем, что Казахстан больше дружит с вероятным противником, чем с нами, и переводить средства туда останется, и оттуда. Все же зависит от трансграничной транзакции. Ну, по слову говоря, можете вы сейчас деньги заплатить в Казахстан по счету или нет, или наоборот получить деньги из Казахстана. Вроде как можете, но это сопряжено с определенным рядом проблем. Мы, как бы, активно работали с Китаем, и нацелены, в принципе, на Китай, и всегда нацелены на Китай. Но еще до слова «Россия для Китая» всегда была, например, подозрительной стороной с точки зрения транзакций, вы не могли просто так получить деньги из Китая. В случае, когда у нас обрубили свифты все остальное, там банки попадают под санкции, стало еще сложнее. То есть, ну, все зависит в каждый конкретный момент времени. Естественно, мы заинтересованы в других рынках, но это такой вопрос относительно. Понятно. Спасибо. Еще, ребята, есть вопросы? Кантмана что-то наши молчал. Нечки подкованные. Смущаются. Смущаются. Ну, тогда хоть спасибо скажите. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Мы очень вам признательны. Это все очень интересно. Ну, и мы ждем какую-то интересную систему, которая будет именно базовая в Российской Федерации, которая может быть использована именно как основа для обучения наших студентов, и они бы сразу инкорпорировались вот уже в профессиональную среду, именно работая и там, и там, на одних и других инструментах. Это здорово. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Естественно, вузы узнают об этом одними из первых. Спасибо. Мы будем ждать. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.